Сегодня под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам улучшения системы обращения с отходами и экологической обстановки. Актуальным задачам реализации общенационального проекта Яшил Макон. В начале совещания глава государства отметил, что наш народ всегда с особой бережливостью относился к земле, воде и природе. К сожалению, отмечено, что в последнее время этим традициям не уделяется должного внимания. В 21 веке, когда во всем мире высокими темпами развиваются техника и технологии, промышленность, неспроста на первый план выходят вопросы экологии. Мы не сможем достичь своих целей, если не будем думать не только о настоящем, но и о ближайшем и отдаленном будущем, отметил президент. Чтобы и следующие поколения жили в благоприятной среде, необходимо беречь земельные и водные ресурсы, экосистему, расширять посадку деревьев, указано на совещании. Важнейшим вопросом является повышение экологической грамотности населения. Этого можно добиться, прививая в сердцах подрастающего поколения любовь к природе, стремление беречь окружающую среду. Эта работа и человеческий долг всех нас, сказал глава государства. На совещании обсуждены актуальные вопросы сферы. За счет социально-экономического роста в нашей стране накопление отходов растет на 2% в год. Однако положение дел в системе их сбора, сортировки, переработки и утилизации неудовлетворительное. Например, в Кракалпакстане перерабатывается только 10% отходов, а в Ферганской и Кашкадаринской областях только 20%. В 781-й Махале все еще не решен вопрос вывоза отходов. Население также имеет большую задолженность по платежам. Медицинским, образовательным учреждениям и рынкам требуется 19 тысяч контейнеров для отходов. Нет полигонов для строительных отходов, они сбрасываются в неположенных местах. В прошлом году было обнаружено 4 тысячи таких случаев. Нет четкой системы сбора листьев и веток, деревьев в кварталах, массивах и аллеях. Едины системы хранения, транспортировки и утилизации медицинских отходов. В целом 197 полигонов отходов по стране не отвечают санитарно-экологическим требованиям. А 24 полигона заполнены. К Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды хакимам регионов поручено упорядочить полигоны и ликвидировать те, которые отработали свой ресурс. Указано на важность разработки проекта закона, устанавливающего порядок организации и закрытие таких полигонов. Указано на возможность увеличения охвата услугами по сбору бытовых отходов до 95% и объемов их переработки до 40%. Для этого воззимые из-за рубежа оборудования комплектующие и запасные части будут освобождаться от таможенных платежей сроком на 3 года. На приобретение сортировочно-перерабатывающего оборудования будут выделяться льготные кредиты сроком до 5 лет с покрытием части кредитов, превышающей ставку рефинансирования. На эти цели в течение 5 лет будет выделено по этап на 500 миллиардов суммов за счет льготных средств международных финансовых институтов. Подчеркнута необходимость поддержки предпринимателей. Ставки земельного, имущественного и социального налога для кластеров с перерабатывающими мощностями будут установлены в размере 1%. Кластерам будет предъявляться требование увеличить уровень переработки отходов в своем районе не менее чем на 40%. Даны поручения по созданию таких предприятий в районах и городах на основе государственно-частного партнерства. Закупки для регионов 500 единиц спецтехники, установки дополнительных контейнеров в социальных учреждениях и на рынках. Кроме того, ташкентское предприятие Максус Транс будет трансформировано на основе государственно-частного партнерства. Будет внедрена новая система взымания платежей за сбор бытовых отходов с применением зарубежного опыта. Отмечена необходимость создания безопасной системы утилизации органических, строительных и медицинских отходов. Как известно, в ноябре 2021 года дан старт общенациональному проекту «Яшельмакон», в рамках которого запланировано посадить 200 миллионов саженцев. Соответственно, осенью было посажено 85 миллионов саженцев. Многие организации Махали, широкая общественность в целом приняли активное участие в этой акции. Весной этого года планируется высадить 125 миллионов саженцев деревьев. «Общенациональный проект «Яшельмакон» — это мероприятие, которое не ограничится одним годом. Мы стремимся посадить 1 миллиард саженцев в течение следующих пяти лет. Результат этой работы должен быть виден в каждом районе. Эта работа должна выполняться с энтузиазмом», — сказал глава государства. На совещании объявлено о начале с 1 марта национальной акции «Зелёный год». Отмечена важность подбора саженцев, подходящих к климату каждого региона, нетребовательных к воде, увеличение количества питомников для их заготовки. Государственному комитету лесного хозяйства поручено безвозмездно раздать населению 10 миллионов саженцев фруктовых и декоративных деревьев. Комитету автомобильных дорог организовать защитные насаждения вдоль дорог международного и республиканского значения. Ответственным ведомством поручено наладить работу мобильных экологических патрулей с охватом всех районов и городов. На совещании заслушана информация должностных лиц сферы и хакимов областей.